Для того, чтобы помочь разобраться в проблеме и избежать ситуаций, связанных с риском потерять деньги, на помощь десногорцам пришли сотрудники Центробанка России. На пресс-конференции они подробно рассказали обо всех рисках и мошеннических схемах, обсудили финансовые пирамиды и микрофинансовые организации. Наша задача объяснить, что мы делаем, в том числе и то, что связано с инфляцией, то, что связано с противодействием финансового мошенничества, как распознать, то есть дать людям реальные некие технологии. Простые технологии, для использования которых не нужны специализированные финансовые знания. Чего же стоит опасаться в первую очередь? Как гласит народная мудрость, не держите яйца в одной корзине, распределяйте денежные средства по разным счетам. Центробанк предупреждает, что доходность по финансовым инвестициям не должна превышать 20% годовых. Если вам предлагают более высокую прибыль, то следует задуматься. Не забывайте, что гарантии по инвестициям вам тоже дать никто не может. Государство страхует только банковские вклады. Если компания, в которую вас приглашают, не внесена в государственный реестр финансовых организаций, которые ведет Центробанк, не стоит с ними связываться. Сейчас на рынке микрофинансирования очень много компаний-однодневок, которые предлагают нереально выгодные условия договора. Поэтому, чтобы обезопасить себя, проверяйте организации на сайтах банка России.цбр.ру и финансовой культуры.финкульт.инфо. Также это можно сделать по телефону горячей линии Центробанка.